Здравствуйте! Я рад вас прийти в Доме знаний на вебинаре по информатике для 8 класса. Итак, сегодня мы подытожим следующей интересной темой онлайн-сервиса создания документов. Мы эти вебинары, посвященные работе с различными документами, рассматриваем в рамках большой темы подготовки электронных документов. Оказывается, действительно, на сегодняшний день не только сидя за компьютером можно редактировать документ. Его можно в действительности исправлять, редактировать, даже создавать, сохранять, передавать, используя наши повседневные гаджеты, тот же самый смартфон или планшет. И даже сидя, находясь за компьютером, для этого нам не обязательно устанавливать программу на компьютер. Оказывается, достаточно иметь всего лишь одну программу. На компьютере это браузер. И сегодня мы в этом увидимся. Дело в том, что мы будем сегодня создавать документы, используя онлайн-редакторы. В принципе, создавать документы, может быть, полноценные нет, но по крайней мере технологию создания документов, используя онлайн-редакторы, те или иные программы из онлайн-офисных пакетов, мы сегодня и рассматриваем. Я думаю, те значки, которые вы сейчас видите у себя на экране, некоторые вам знакомы. Уж точно вам уже должны быть знакомы значки приложения Word, Excel и создание презентации PowerPoint. А также их аналоги в правой части. Это онлайн-редактор, документы Google, таблицы Google и презентации Google. Я думаю, Google вам также знакома, как и компания Microsoft. Ну и про левую сторону. Я уже назвал, что это Word, Excel и PowerPoint. На самом деле это не просто Word, Excel и PowerPoint. Это тоже облачные редакторы. Точнее, их аналоги доступны непосредственно в браузере. Ну давайте посмотрим, как это на самом деле на практике. Для этого мы переходим в браузер. Я нахожусь на браузере, в браузере Google, на стартовой странице google.com и здесь я авторизован в своей учетной записи в этой системе. Что мне для этого нужно? Посмотрите, пожалуйста, когда вы находитесь и авторизованы на сайте google.com, у вас в правом верхнем углу будет отображаться ваша аватарка и будет вот такое вот меню приложения Google. И здесь достаточно много приложений вам доступны. В частности, вам будут доступны диск, приложение диск, мы сейчас туда перейдем. Вот они, Google документы. У нас есть Google календарь, у нас есть Google сайты. Пакет Google, он достаточно разнообразен. И доступ ко всем этим приложениям получает каждый. Кстати, вот они, таблица и презентация. Все эти приложения доступны каждому пользователю сервисов Google. Так, и для чего я сказал, что мы перейдем на Google диск? Собственно говоря, можно зайти в Google документы. Это первый способ. И второй способ, мы все равно попадем туда. Это зайти на Google диск. Дело в том, что это не просто облачное хранилище. Это то место, где хранятся все ваши облачные документы, которые вы можете создавать. В левом углу, в верхнем части, вы можете видеть достаточно большую кнопку создать, которая вам предлагает создать Google документы, создать Google таблицу, создать Google презентацию. Есть еще варианты. Но о них мы сегодня говорить не будем. Мы рассмотрим первые три варианта. Ну и наиболее популярный это Google документы. Наиболее востребованные, наверное, все-таки. Google документы это полный аналог обычного редактора текстового процессора. Только он облачный. То есть он вам доступен прямо в браузере. Вы можете, так, вот нам предлагают, показать заголовки, показать структуру документа. И мы, собственно говоря, можем здесь работать с каким-то текстом. Также панель инструмента в верхней части. Меню, которое раскрывается. Здесь есть дополнительные команды. И мы здесь можем набирать текст. Давайте вспомним. У нас урок называется онлайн сервисы создания документов. Давайте вот этот текст мы и наберем. Онлайн сервисы создания документов. Создание документов. То есть у нас есть текст, который мы можем набрать. У нас есть инструменты, которые позволяют его форматировать. Есть возможность менять шрифт. Допустим, Times New Roman. Вот он, Times New Roman. Можно применить начертание полужирное. Расположение по центру, допустим. И так далее. То есть и дальше мы набираем текст точно так же, как мы это делали всегда и до сих пор. Мы можем добавить вставку, допустим, изображение. Причем мы не просто можем добавить изображение. Мы можем добавить его с компьютера или найти его прямо в интернете. Допустим, найти в интернете. В этом случае у нас появляется поисковая строка для изображения Google. И мы давайте посмотрим. Дом знаний. И мы находим все ассоциации с сочетанием слов «Дом знаний». Давайте я еще напишу «Дом знаний» Махачкала. Может быть мы найдем нашу школу, умная школу. Так, нет. Ну, нашли только карту Дагестана. Давайте карту Дагестана сюда и добавим. Вставить. И у нас достаточно большая карта оказалась. Мы можем ее добавить в наш редактор. И дальше расположить ее тем способом, который нам требуется. В зависимости от того, какой документ мы оформляем. Справа, слева, сверху, снизу и так далее. Так, есть возможность. Так, уберу. Добавить другие инструменты в грамматику проверить. Сделать, осуществить поиск. Голосовой ввод. Кстати, тоже достаточно интересная функция, которая доступна именно в облачных редакторах. Давайте попробуем. Голосовой ввод. Нажмите кнопку и говорите. Так, нажимаем кнопку. Разрешаем. И скорее всего мы можем диктовать. И скорее всего мы можем диктовать. То, что мы хотим, чтобы появилось или было набрано в тексте. Так. Нажму. Остановлю. Чтобы появилось. Буквально только то, запятая. Ну, действительно хороший эффект. Хотим, чтобы появилось. Хотим. Вот. Это мы оговорились. И получился достаточно хороший эффект. Текст достаточно быстро был набран. Причем практически без ошибок. Очень хорошее качество набора текста. И что самое главное. То, что мы создали, автоматически сохраняется на нашем диске. После... Так. Мы можем здесь дать ему докумен название. Все. Документ сохранен. И можно закрыть. И он появится у нас в нашем диске. Так. Нам не нужно заботиться о том, чтобы мы постоянно сохраняли этот документ. Это достаточно удобно. Так. Ну и еще один инструмент, который здесь сразу нам дает возможность создать. Давайте посмотрим. Почему там? Обнагрю страницу. Создать. Google таблицу. Вы в этом учебном году работали с электронными таблицами. Вы использовали, скорее всего, Excel или свободный пакет OpenOffice. И там табличный процессор Calc. То, я думаю, вы вспомните интерфейс этого приложения. Он достаточно знакомый уже. И здесь очень удобно работать с электронными таблицами. Функционал абсолютно аналогичный. Достаточно знакомый. Но в отличие от Microsoft Office, где количество строк и столбцов исчисляется уже миллиардами. Там более миллиона строк. Там 60 чем-то тысяч столбцов. Здесь четко фиксированное количество строк. Это тысяча. Хотя мы всегда можем добавить еще тысячу. Но здесь лишних их нет. И ровно 26 столбцов по числу букв в латинском алфавите. Ну и, соответственно, мы можем всегда добавить нужное число столбцов. Если этого требует наша решаемая задача. Точно так же мы можем добавлять значения в те или иные ячейки. Мы можем вносить и числовые. Не только. И дальше и с ними работать. И это также автоматически позволяет нам работать со всеми этим. И в телефоне, смартфоне. И на планшете. Что достаточно удобно. И делает нас очень мобильными. Ну и не случайно в моей презентации было два редактора онлайн. Это не только Google. Это еще и онлайн редактор Microsoft. Дело в том, что у Microsoft также есть облачный редактор. Они тоже идут в ногу со временем. И давайте я открою. Ну, кстати, я открою именно приложение браузер Edge от Microsoft. И в нем я открыл сайт. Обратите внимание. Сайт называется office.com. Достаточно легко запомнить. И достаточно легко перейти. Любой человек может спокойно зарегистрироваться и получить абсолютно бесплатно. Кстати, и Google абсолютно бесплатно предоставляет свои облачные редакторы. И Microsoft свой облачный редактор предоставляет каждому зарегистрированному пользователю абсолютно бесплатно. Что вы получаете? Вы получаете действительно огромный пакет приложений. То есть, посмотрите, Office 365 это не только Excel, где тут Word и PowerPoint. Это три знакомых всем приложения. На самом деле, пакетов приложений достаточно много. Если вы активный пользователь различных гаджетов, где вы работаете и общаетесь со своими друзьями, и хотите работать в команде с ними, вы можете использовать, допустим, инструменты коллективной работы Teams. Вы можете использовать белую доску для того, чтобы совместно писать что-то общее. Вы можете использовать SVA, это современная технология создания презентации. Вы можете использовать почтовый редактор, почтовый менеджер для электронной почты Outlook и так далее. Здесь удобно и в правой части интерфейс, который позволяет нам переходить. Я в Google показал вам работу с документами и с электронной таблицей. Здесь давайте я начну с редактора PowerPoint. Нажимаем PowerPoint и сейчас мы переходим в облачный редактор PowerPoint. Нажмем новая пустая презентация и создаем презентацию PowerPoint. Загружается абсолютно, может быть не абсолютно похожую, но аналогичную стандартному приложению PowerPoint облачная его версия. Здесь мы можем видеть знакомый интерфейс. У нас есть раздел, где мы можем работать со слайдами. Слева менеджер слайдов. В верхней части ленты и меню, в котором мы можем выбрать базовые инструменты. Кстати, здесь даже очень удобно появились новые элементы. Допустим, если мы создаем, так, давайте я назову онлайн редакторы документов. И внизу обычно пишут либо авторов, ну допустим, автор Макамича Пильдюбер. И посмотрите, буквально в два клика, как мы можем оформить наш слайд. Нам предлагают выбрать какие-то варианты. Допустим, мы можем выбрать оформление вот такое. Или, в зависимости от того, давайте я закрою, и еще раз нажму, нам предложат еще другие варианты. Отменю последние действия, тоже достаточно легко, главное, отменить последние действия. В этом случае, еще раз закрою конструктор, оформление, конструктор. Он нам предложит уже другие варианты. И так можно несколько раз повторить, пока не найдем то, что мы, собственно говоря, хотели найти. Так, вот это интересно. Так, различные геометрические фигуры. Но наш текст не очень контрастирует. Допустим, другой вариант. О, здесь есть хороший контраст, сочетание цветов, тоже достаточно удобно. Если мы так создадим, добавим новый слайд, создать слайд, мы можем выбрать структуру этого слайда. И так же, как мы делали в облачном, мы добавили в текстовый наш документ картинку, найденную в сети. Здесь также мы можем это сделать, мы можем добавить какой-нибудь рисунок с устройства, из облачного хранилища, или же сразу найти его, используя поисковую систему Bing. Это собственный сервис, поисковый сервис от компании Microsoft. Ну, допустим, автомобили. Пусть будут автомобили. Он нам показывает лицензию. Ну, допустим, вот ретроавтомобиль. Мы ее нахлебт. И мы ее ставим. И сразу обратите внимание, конструктор, дизайнер слайдов нам сразу предлагает применить некоторые варианты оформления. Вот, допустим, вот это. Пусть будет как раз в тему майских праздничных 75 лет победы. Вот так вот. Допустим, вот мы применили слайд, создали слайд, и на нем сразу же применили некие элементы оформления. И, кстати, вот здесь внизу, где мы взяли эту фотографию, авторские права сохраняются. Это тоже достаточно правильно и удобно. То, что сервис автоматически добавляет ссылки того места, откуда была взята фотография. Это облачная дата. И, кстати, презентация автоматически сохраняется в облаке. Давайте вернемся, сделаем шаг назад. Посмотрим, какие еще есть облачные приложения, которыми мы могли бы воспользоваться. Очень удобно пользоваться OneDrive. Это облачное хранилище. И для обмена файлами это тоже очень удобно. Вы сможете установить его клиент у себя на компьютере и синхронизировать все свои файлы. Для опроса можете использовать формы. Также я уже говорил о редакторе презентации Sway. Это современная новая технология создания презентации. Но есть один единственный минус. Все результаты работы создания презентации Sway будут храниться только в облаке. Вы их не можете скачать. Ну а презентацию вы всегда можете скачать и она будет у вас храниться на компьютере. В принципе, Microsoft Office предоставляет вам такой же широкий перечень приложений и возможностей, например, не хуже, чем, может быть, даже в чем-то лучшее, даже чем предлагает пакет Google. Эти два конкурирующих между собой, в чем-то сотрудничающих между собой компании предлагают абсолютно бесплатные сервисы, которые позволяют вам, используя смартфон, планшет, ваш ноутбук или компьютер, не используя стационарных программ, создавать свои документы. Электронные документы, что вас делает достаточно современным и актуальным человеком. Используйте онлайн-редакторы, попробуйте их в своей работе. Зарегистрируйтесь. И в офисе вы можете зарегистрироваться, вы можете зарегистрироваться, скорее всего, у вас даже есть учетная запись Google. Попробуйте эти сервисы и инструменты в своей работе. Будьте актуальны. До новых встреч в Доме издания. Продолжение следует...